продолжаю работать с курткой одна проблема сделана удалена курточка не по размеру я вам говорила что этот парень небольшого очень небольшого роста но он покупает очень хорошие качественные фирменные и дорогие вещи для себя и вот нашел в моем лице помощница которая подгоняет ему вещи по его размеру и так я работала с рукавом уменьшала с двух сторон из по нижней части так как нужно было уменьшить манжет в объеме поэтому все равно открывать как говорится я уменьшила значит и манжетик ушила сам рукавчик немножко потому что здесь тоже был такой объем для него это не нужно и укоротила с этой стороны и по окату рукава тоже здесь уменьшала вот где-то на такое расстояние дальше плечо плечо было без коса вот я не понимаю фирменная вещь и просто была прямая плечо просто вот ровная как шкаф значит сделала скос и уменьшила ширину плеча вот где-то вот такое такое такая была ширина плеча значит уменьшила проработала пройму парень забрал но пришел в шортах был и то есть не совсем было понятно то есть шлепках я говорю ты забираю курточку в общем все ему здесь подошло игры но я считаю что нужно будет немножко уменьшить по длине саму куртку потому что здесь как бы восстановился баланс соответствующий твоему росту а вот нижняя часть все таки вот на мой взгляд нужно будет откорректировать он да да хорошо забрал я гри дома померь джинсами с обувью и посмотри в общем он посмотрел согласился принес я не поймаю почему на фирменной вещи смотрите нитки здесь принес игре да да вы правы будем уменьшать вот я заколола такую величину буду укорачивать принципе здесь делов-то на полчаса главное все это снять все эти нитки строчки аккуратненько чтобы ничего не повредить потом а сноровить из изнаночной стороны вместе с подкладкой и верхней тканью единая строчка просрочить и все все такие дела продолжаем может вам покажу муж для некоторых как говорится нужны будут вот эти вот небольшие такие знания как укоротить курточку на манжете очень быстрым способом и так заработку разобрала я пояс отделила брала весь мусор производственный заколола здесь отмечена насечка середина по спинке нужно ее продолжить немножечко вверх сделать меточку и дальше от низа от низа я должна вот ориентировочно кнопочка чтобы был доступ вот так вот так я сделаю это будет у меня два с половиной 6 сантиметров 6 сантиметров отмечаю по всей длине все очень легко это сможет сделать каждый вместе с подкладкой отметила теперь можно обрезать обрезать все лишнее уйдет на шов где-то сантиметрик вовнутрь главное вот здесь подлезть вот там где кнопка вот здесь я беспокоюсь что могу не подлезть ну посмотрим что это придумаю по ходу дела отрезать то однозначно нужно укоротить куточку как раз до мешковину видите а и а 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 все есть контакт перевяжу по подкладке отмечаю середину по спинке здесь у меня ведь я отметила по боковым швам где должна быть сосредоточенная резинка теперь совмещаю смотрю что правильно выложена была резинка кнопка с кнопкой не вот так никак иначе совмещаю боковые швы меточка боковой шов по куртке здесь можно натянуть и определить местоположение резинки по центру закану все самое главное уголочек и здесь немножечко видите технология по-другому было то есть они в раскрытом положении пристрачивали вот этот край вот этот эпизод а потом закрывали вместе они вовнутрь вот как я думаю и как в основном делается пришивается к лицевой стороне затем выворачивается пришивается уже по подкладке здесь сначала мне нужно отреставрировать вот эту часть потому что видите я открывала и все в общем-то повреждено сейчас я отреставрирую затем уже буду пришивать и также с этой стороны точно так же ведь получилось вот так получилось мне отреставрировать вот эту часть я начала пристраивать к лицевой ткани резиночку вот дошла до метки до середины ведь вот так немножечко натягивал и где-то миллиметр от вот этой строчки чтобы эта строчка зашла вовнутрь пристрачиваю дыра булавку совмещаю срезы чуть-чуть натягиваю и продолжаю сейчас мне нужно две руки чтобы подтянуть 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 вот так пристрочила первый этап закончился теперь второй этап нужно пристречить подкладочку теперь резинки вот так я выворачиваю и до бокового шва пристрачиваю подкладку к манжету смотрите один уголок я сделала перестрочила боковой шов и вышла немножечко за боковой шов вывернула куртку и теперь я одной строчкой сейчас доведу это все делать до конца я подумала зачем несколько этапов когда можно вот так не выворачивая через рукав а когда я уже сделаю строчку затем я сделаю дырочку в рукаве и выверну вот так я проверила этот уголочек уже хорошо получился вот с одного конца с другого сейчас я буду его доводить до ума и так теперь одной строчкой пристрачиваю подкладку пристрочила эти полностью закрыла по всей линии строчкой вход теперь открываю со стороны подкладки пошиву строчку таким образом я делаю вход вовнутрь здесь вход был первоначально какой-то у нас рукав левой по левому рукаву вход проверю кстати бывает и на правом рукаве вход а бывает и на 2 очень объемная куртка пальто открыла теперь выворачиваю потихонечку всю курточку через эту дырочку захватываю уголок вот так получился можно второй захватить вынимаю просовываю проверяю как получился неплохо сейчас еще на утюжку пойдет куточка и вот так потихонечку ничего не разорвать не повредить так все перейду застрачиваю этот вход накладной строчкой когда я застрочу я пойду и немножечко приутюжу вот не знаю здесь была строчка оделась на отделочная строчка вот здесь было и она немножечко прибивала этот край я не знаю может быть не делать отделочную так красиво падает с накидом может и не надо делать эту строчку я наверное оставлю не буду делать отделочную строчку мне так больше нравится смотрите вот так с изнанки выглядит вот так уголки вот так уголочек здесь немножечко повело но поверьте мне с фабрики кинзо было еще хуже но уже так и будет девочки это лицевая сторона получилось хорошо вот так будет застегиваться и в принципе ничего видно не будет и что я решила все таки не делать отделочную строчку здесь и не утюжить вот что-то мне кажется так лучше выглядит с нахлёстом таким рукавчик с нахлёстом тоже без отделочной строчки здесь и так же будет по низу мне так кажется что лучше эта курточка готова практически все было перешито кроме карман вот так практически везде я вмешивалась кроме карман и воротничка вот воротник тоже был не тронут а так все остальное все подгонялось все заканчиваю это видео всем спасибо за ваши просмотры и за ваш интерес к каналу всем пока пока пока